Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Ну вот, свершилось 9.18, примерно в это время, в далеком 1954 году я и родился. Покажу вам свою космограмму. Дальше мы, вернее, как дальше, в течение следующего моего года, уже 1969, потихонечку над ней поработаем. Посмотрим, насколько астрология соответствует предсказаниям, то есть можно ли строить предсказания или нет. Ну, я такой астролог, но тем не менее я немножечко занимался, поэтому мне самому интересно будет. И что, принимаю ваше поздравление, желаю, желаю всем вам того же самого, что и вы мне пожелали. Ну, и немножечко пройдемся в комментарии и упоминаниях. Анна Шевцова, с днем рождения, Петрович. Все идет в правильном направлении по жизни, так держать хорошо, выглядите в хорошей физической форме, молодец. Это на 20 сентября. Но здесь на 20 сентября это было снято в 2013 году, где-то 13, может быть, 14 год. Ну, в основном в 2013 году, поэтому вы отличайте меня того от меня в настоящий момент. Я не стараюсь вас вводить в заблуждение, но чтоб вы так представляли себя. Вадим Лагрин, а на улице плюс 20, последние деньки бабьего лета, пасмурно и так далее. Ну, бабьего лета есть, бабьего лета. Александру Сольцеву, Петрович, а если голодать один день на воде и плюс 2 на сухо, это равняется 7 дням на воде и делает это один раз в квартал, 3 месяца и так далее. Ваше мнение, чтобы не так было утомительно, организм не забывал это событие. Я, Александр, рассказывал, все мы с вами различные. Вы начали с одного дня голодать. Вы как-то находите свой ритм голодания, изучаете свой собственный организм. Именно на какой вид голода, какие там сроки и как вам это все удобно. Организм реагирует лучше всего, чтоб вам действительно не напряжно было. И все это притворяете в жизнь. Поэтому пробуйте, пробуйте, а не то, что, а если так, а если это, это, знаете, вот, ну, это просто слова. Надо, надо пробовать, надо делать. Так, Андрей Орехов, с днем рождения, Петрович, желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, удачи, успехов работы. Ваш давний последователь Андрей, уже 25 лет живу по вашей методике. Огромное вам спасибо, что вы есть на этом свете. Благодарю, Андрей, благодарю. И хочу сказать, что, хотя методы, знаете, вот инструменты, которыми можно обрабатывать, там, допустим, что-то обрабатывать. Вот, а вот, порядок обработки, вот, действительно, предложил я. Я предложил. Для того, чтобы избавиться от разного рода заболеваний, знаете, не искать там их, не душить, вот, рецепт от этого, рецепт от того, рецепт от всего. А просто-напросто брать быка за рога и валить его. А именно, мы с вами должны нормализовать несколько параметров, от которых зависит наше здоровье. Важно знать, что это за параметры. Они, как правило, лежат на поверхности, но на это почему-то никто особо внимания не обращает. Первое. Мы с вами нормализуем внутреннюю среду организма. То есть, очищаем его. И делаем это с помощью, вот, широко известных процедур, как клизма очистительная. Далее, вот, именно далее, продолжаем. Это менее известная процедура очистка печени. В результате только вот этих двух процедур, чего мы добиваемся? Мы добиваемся того, что внутренняя среда становится более-менее чистая. Значит, в ней лучше идут все физиологические процессы, плюс ключевая железа нашего организма, самая большая, это печень. Мы восстанавливаем в ней все виды обмена, которые там совершаются. В том числе, гормональные, витамины и прочее, прочее, прочее. То есть, мы сразу, как бы, получается такой интересный, знаете, скачок в здоровье. И сразу резко очищается и во внешнем виде, и в энергетике, и в здоровье. Вот. И далее мы это все закрепляем с помощью правильного питания. Далее. Желательно бы, чтобы получить такие, знаете, продолжительные результаты. Это уже не столько очищаться, как правильно питаться, как давать организму достаточное движение, хотя бы в виде ходьбы. Не надо ничего особо придумывать. Естественно, соответствующим образом думать, без всяких эмоций. Какие-то проблемы в жизни возникают. И надо от них не бежать, надо не возмущаться. А просто, ага, вот она проблема. Проблемы разного порядка бывают. И, значит, ее решать. На это нам дается жизнь. И вот таким вот образом все у нас будет получаться замечательно. И вот, как видите, Андрей это уже подтверждает. 25 лет живу по вашей методике. Методика просто разумного отношения к своему организму. Ничего в ней такого нет. Так. Вадим Лагрин. Поздравляю, Петрович, с днем рождения. Желаю крепкого здоровья и успеха в пропаганде здорового образа жизни. Спасибо. Спасибо. Я считаю, что вот именно в плане, значит, рассказа о здоровье я внес свой вклад в эту науку общечеловеческую. Пожалуйста, пользуйтесь. И от чего-то, как бы, оттолкнувшись, можно уже идти дальше. Можно уже, как бы сказать, пробовать, осваивать какие-то другие высоты. Там, допустим, какие-то там творческие вещи. Какие-то там, допустим, ну, что там вам все интересует. Там, какие-то искусства. Ну, вот к чему вы расположены. Либо дальше совершенствовать самого себя, чтобы показать, что вы сам. Самое большое чудо в этой жизни. Ни знания, ни умения. А вы сами являются бриллиантом. И вы осветили себя и сделали, вот обтесали грани все в этой жизни. Что заблестели. И вам не надо того, что-то кому-то доказывать. Вы себе доказали. Это самое главное. Так, Оксана Борисова. Так, любимый, уважаемый, наш гениальный Петрович. Счастья, здоровья и процветания. Благодарю. С днем рождения вас. Радуйте нас всегда. Выдрянный золоток воздуха. Поток радости и счастья. Вот я даже сейчас с вами, знаете, общаюсь. И это уже как-то меня несколько возвышает. Возвышает. И вот я чувствую, что и поменялась уже энергетика, которая, как бы сказать, вот вы будете смотреть это видео, она будет проецироваться на вас. Юра, слушаю. Здравствуй, мой друг. Здравствуй, здравствуй. Ну что, вот и опять, и опять нюха, да? Ну да, ну да. Что-то они быстро, кстати, нюхи приближаются. Да, только нюха опять. Ну ничего, какой-то рубежик прошел. Поздравляйте. Петрович, мы уже устали от звонков, я понимаю. Ничего подобного, ничего подобного. Только позвонил Юра. И теперь вот вы звоните. Петрович, мы хотим сказать, вот, Наташе рядом, что мы вас помним, любим. Надеемся, что мы еще будем видеться и вообще все будет здорово. Желаем вам терпения в поддержании своего богатырского здоровья. Мы надеемся до скорой встречи. Спасибо, спасибо. Привет, Наташа. Обнимаю, спасибо. Она рядышком, вот она все слышит. Обнимаю, обнимаю, да. Игорек, слушаю. Доброе утро, Петрович. Доброе здоровьица. Поздравляю тебе с днем рождения. Желаю прожить тебе во здравии и ясном уме столько лет, сколько захочешь. Вот это хорошо. Главное, в поздравии и в ясном уме. Спасибо большое, спасибо. Благодарю вас за поздравления. Желаю вам умной, насыщенной, ну и, конечно же, здоровой жизни. Главное, в поздравии и в ясном уме. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok